Сергей Телюк живет возле большого немчиновского пруда с рождения. Вспоминает, как здесь купались и ловили рыбу. С грустью отмечает, что водоем обмелел и сильно загрязнился. По пруду проблема очень давняя. Обращались уже много лет назад. Обращений было много касаемо его очистки. К сожалению, сейчас все пошло немножко не в том порядке. Началось благоустройство. Мы, разумеется, не против этого благоустройства, потому что здесь будет создан прогулочный тротуар, освещение, видеонаблюдение. Это хорошо. Но в перспективе хотелось бы, чтобы пруд был полноценно очищен. Глава муниципалитета Андрей Иванов и вице-президент торгово-промышленной палаты Игорь Шаповалов осмотрели водный объект. Здесь уже начались работы по благоустройству территории. Скоро рядом с прудом появится пешеходная зона, пирсы и мостики, площадки для отдыха, лестничные спуски к воде. Что-то было, элементы асфальтовой дорожки, но это все уже давно-давно пришло в негодность. И сегодня именно по современным стандартам, по современным требованиям планируется это благоустройство, чтобы действительно стало современным красивым местом. Такие преобразования отрадно видеть, говорят местные жители. Однако проблему сброса нечистот из канализационных систем частного сектора и отходов близлежащего торгового центра нужно решить в первую очередь, говорят люди. Здесь сливная яма, там будет все красиво и хорошо, а эта часть жителей будет сидеть в болоте с тропинкой. Это что-то нам непонятно. Родниковое болото с высокой растительностью десятилетиями служило надежным природным фильтром. Сейчас оно полностью уничтожено. Возникла острая необходимость установки локальных очистных сооружений. Все требования жителей услышаны, взяты на карандаш и будут разрешаться в экстренном порядке. Люди спрашивали, как это повлияет на флору соседнюю, как будут реагировать деревья, водоемы. На это были получены предварительные ответы. И в том числе будет создана рабочая группа на следующей неделе под руководством главы нашего округа Андрея Рубича Иванова, где людям будет разъяснено, каким образом будет выглядеть этот водный объект и какие его перспективы. Потому что на следующий год перспективы и зачистка дна и так далее. То есть множество таких мероприятий, которые как раз улучшат это замечательное место отдыха, а не в Чиновке, а в этой деревне. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.